Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, можно ли заниматься спортом перед сном. На приеме мне часто пациенты спрашивают, доктор, а когда можно заниматься? Я вот взял, пошел, позанимался в спортзале, поэтому после этого плохо спал. И, собственно говоря, никакого хорошего эффекта на сон нагрузка не оказала. Да, важно понимать, когда заниматься, за сколько до сна, какой уровень физической нагрузки, с какой частотой можно заниматься физической нагрузкой, чтобы она благоприятно влияла на качество сна, а не наоборот приводила к бессоннице. Если вы посмотрите это видео, вы узнаете правила того, как заниматься спортом, чтобы это хорошо влияло на ваш сон. Меня зовут Роман Бузунов, я врач-сомнолог и уже больше 25 лет я занимаюсь диагностикой и лечением нарушений сна и улучшением сна здоровых. Если у вас какие-то проблемы со сном или если вы хотите улучшить свой сон, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео и кликните на колокольчик, чтобы не просыпать, не проспать мои новые интересные видео. Итак, физическая нагрузка и сон. Я, может быть, несколько слов скажу, почему вообще физическая нагрузка может положительно влиять на сон. Это не то, что прямое такое действие, что мы позанимались и после этого заснули. Даже более того, если мы достаточно сильно возбудились и дали высокий уровень физической нагрузки, то мы можем плохо заснуть. Но чрезвычайно важно, что физическая нагрузка активно, если так можно выразиться, переваривает стрессовые гормоны. У нас пока не было абстрактного мышления, была только первая сигнальная система, ну как у животных или человекообразных. Эта первая сигнальная система реагировала на внешний стимул только. А как правило, внешний стимул это опасность, или добыча, то есть догоняй, убегай, борись. И в ответ на внешний стимул происходил выброс стрессовых гормонов, но за этим следовала мышечная работа. И генетически заложилось так, что у нас стартовая реакция сопровождалась выбросом стрессовых гормонов, а они в свою очередь переваривались, ну образно выражаясь, с работой мышц. А что происходит сейчас, когда у нас абстрактное мышление? Нас отругал начальник, а мы вместо того, чтобы его убить и съесть, мило улыбаемся, а физической нагрузки нет. И увы, стрессовые гормоны начинают свое негативное действие. Головные боли, мигрени, проблемы с желудком, тревога, депрессия, неврозы и естественно бессонница. То есть это недопереваренные стрессовые гормоны. И в этом смысле чрезвычайно важно и полезно давать себе регулярную, причем аэробную нагрузку, это та, которая существенно увеличивает частоту пульса. То есть можно, допустим, какую-то силовую нагрузку давать, растяжку делать, но не будет серьезного роста пульса. А у здорового человека, у которого нет противопоказаний, вот такой тренирующий субмаксимальный пульс рассчитывается по формуле 180 минус возраст. Ну грубо говоря, если вам 30 лет, то 180 минус 30 это 150. И нагрузка должна быть в течение 25-30 минут и не менее 4 раз в неделю, то есть больше половины дней в неделю. А лучше вообще в идеале каждый день. И тогда эта нагрузка обладает очень хорошим, противострессовым, успокаивающим и снотворным действием, сравнимым по своему действию с современными транквилизаторами, снотворными нейролептиками и антидепрессантами. Но это нужно делать регулярно. Я всегда пациентам говорю, когда говорю, вот вы не занимались физической нагрузкой, давайте теперь займемся. Но не идите прямо сейчас в спортзал и не бегайте 3 часа, потому что вы упадете с велоэргометра, потом у вас все будет неделю болеть и какой тут здоровый сон. То есть нужно постепенно-постепенно врабатываться в эту физическую нагрузку, но в итоге прийти к тому, чтобы она была регулярной и достаточно высокоинтенсивной. Теперь, что касается по времени. Желательно закончить нагрузку как минимум за 2 часа до сна. А если это какие-то такие очень активные виды спорта, ну допустим бокс, карате, теннис, которые требуют и физического, и эмоционального напряжения, то лучше за 3-4 часа до сна закончить такую вот нагрузку. Но у меня часто, кстати, люди, которые достаточно заняты на работе, спрашивают, доктор, а мы вот не можем там за 3 часа до сна, я еще пока работаю, что же делать? Я там, ой, только прихожу там, и уже устается только пообщаться с близкими, покушать и лечь спать, да, что делать? Ну если выбирать между ничем и утром, то можно и утром заниматься физической нагрузкой. Я как-то слышал, что под Капитолием, ну в США, это вот известный Капитолий, который недавно там захватывали американцы, у них спортзал открывается в 5 утра. И там все время достаточно много конгрессменов, которые занимаются с 5 утра в тренажерном зале. Здесь только важно понимать, что если мы хотим давать утром высокоинтенсивную нагрузку, то ее важно давать не раньше, чем через полчаса после того, как мы проснулись. То есть организм не надо сразу интенсивно нагружать, потому что можно возникнуть, какие-то потянуть, можете что-нибудь, ну или даже какие-то органы и системы будут вас беспокоить, и сердце тоже может там покалывать, да. Таким образом, вот вы встали, немножко поразмялись, полчаса, ну так, если можно, пришли в себя, а потом постепенно идете, занимаетесь уже физической нагрузкой. Сначала какая-то фаза растяжки, вырабатывания, и потом вот этот блок высокоинтенсивной нагрузки с достижением субмаксимального пульса, напомню, 180 минус возраст. Но если у вас здоровый организм, нет никаких противопоказаний к такой достаточно интенсивной нагрузке. И в этом смысле вы существенно улучшите ваше настроение, ваше качество жизни, и вы улучшите качество вашего сна. Еще раз напомню, это сравнимо с действием современных снотворных препаратов, которые улучшают сон. Но если к препаратам есть масса противопоказаний и развивается зависимость, то физическая нагрузка – это, можно сказать, идеальное снотворное средство. Пожелаю вам вести здоровый образ жизни, регулярно заниматься физической нагрузкой и хорошо спать.